У меня совсем небольшая презентация и довольно короткое будет, надеюсь, выступление. Очень практически ориентированная, просто пройдусь по основным бизнес-темам, которые нас как автомобильную компанию беспокоят. Действительно, автомобильный бизнес-тема очень ангажированная, очень широко обсуждаемая, очень много интересов в ней завязаны. И начиная свое выступление, хочу сказать, что не как обычно у нас в России происходит. Для нас, как для генерального эксклюзивного импортера автомобилей в Россию, начало таможенного союза не было ознаменовано каким-то апокалипсисом для работы нашей логистической службы. Все прошло довольно гладко, без запинок. Поэтому, в общем и целом, говоря о рисках, которые мы видим или прогнозируем, это будет больше среднесрочное, долгосрочное наше видение, что может нас как автомобильный бизнес в дальнейшем потревожить. Это просто довольно такой иллюстративный пример. Это отражает распределение долей так называемого параллельного импорта в Казахстане. В принципе, статистика на 2009 год, она не сильно изменилась. Здесь можно увидеть, что больше половины импорта в Казахстан составляют серый импорт автомобилей, которые заводятся не генеральным импортером. По сумме автомобилей видно, что риски для бизнеса, так называемая упущенная выгода, не такие большие. Но, с другой стороны, тенденция становится очень критичной, если рассматривать Казахстан и Беларусь в совокупности как каналы для серого импорта в Россию. И хотя, как уже было сказано, автомобили составляют категорию товаров, изъятых и свободных перемещений, что практически означает то, что физическое или юридическое лицо вынуждены доплачивать разницу в таможенной пошлине на автомобиль. Но можно сказать, что благодаря каким-то нехитрым премудростям можно завозить на данный момент автомобили из Беларуси, из Казахстана, что происходит в общем и целом сейчас, завоз довольно существенный из Беларуси. По цене эти машины становятся, особенно для премиального сегмента это существенно, по цене они становятся гораздо более привлекательными. И если говорить о том сегменте автомобильного бизнеса, который составляет примерно 20% нашего оборота, это именно бизнес, связанный с импортом запасных частей, то очень большой риск мы видим импорта контрафактной продукции, в том числе китайского производства через территорию Казахстана. Мы как GR направление очень большое внимание уделяем борьбе с серым импортом и позитивной тенденцией последнего времени в этом году было принятие нового технического регламента по безопасности колесных средств, которые обязуют автомобильную компанию, автомобильный бренд иметь единственного представителя на территории России, который, соответственно, авторизован сертифицировать автомобили. И поэтому для нас возник самый главный вопрос, как эта тема будет решаться в рамках таможенного союза. И позитивной новостью в этом отношении является то, что техрегламент будет в скором времени, будет введен новый технический регламент, который закроет территорию таможенного союза, по нашей информации, где-то в марте-апреле, который будет учитывать некоторые недоработки техрегламента, принятого в России, и закроет для нас тему с точки зрения сертификации транспортных средств. И мы надеемся, сделает проблему серого импорта менее болезненной. Еще хотела сказать, возвращаясь к вчерашнему мероприятию в Госдуме, заседанию экспертного совета, еще одна вещь, которая натолкнула меня на размышления о потенциальных рисках таможенного союза, в том числе для автомобильного бизнеса, а именно выступление представителей Федеральной таможенной службы и его прогноз на следующий год о том, что сборы ФТС значительно снизятся за счет того, что будет очень много товаров завозиться не через, соответственно, через Казахстан и Беларусь. По-моему, даже прозвучала цифра что-то 70 или на 73% они планируют снижение сборов. И соображение такое, как бы за счет, скажем, ответственных импортеров таможня не стала пытаться компенсировать те сборы, которые она не соберет, потому что таким знаковым событием было, когда ФТС собрала автомобильные компании, автомобильных импортеров было в этом году, по-моему, месяца два назад, и порекомендовала пересмотреть декларируемую таможенную стоимость в сторону повышения, то есть мотивируя тем, что во время кризиса по информации ФТС очень многие автомобильные компании снизили декларируемую таможенную стоимость и обратились к представителям автомобильных компаний с просьбой таможенную стоимость декларируемую скорректировать. Как бы это ни стало такой первой ласточкой или тенденцией, в сторону попыток ФТС как фискального органа компенсировать снижение сборов своих за счет ответственных и таких правильных импортеров. В общем и целом, я смотрю на свои поинт, ну, в общем и целом, наверное, все с моей стороны, и с удовольствием буду готова ответить на вопрос или уже в билатеральном общении после сессии с удовольствием с коллегами пообщаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok